и сегодня у нас с вами разговоры о семье и мы составляем диалоги и давайте начнем с вами с family members то есть людей которые есть у нас в семье давайте вспомним как мы называем на английском языке mom dad brother sister mom mama dad papa brother brother sister сестра дальше у нас есть grandma grandpa uncle aunt cousin grandma бабушка grandpa дедушка uncle дядя aunt это будет тетя и cousin это будет двоюродный брат или сестра и так надеюсь вы помните эти слова если не помните можете немножко отмотать назад переписать их к себе в тетрадь с переводом и мы с вами давайте потренируемся их использовать в речи и так для вас будет вопрос who is допустим who is tom вам нужно будет внимательно изучить эту картиночку на картинке у нас семья тани таня с family тут подписаны все члены семьи вместе с их именами и так я вас прошу who is tom ваша задача найти его на картинке и ответить мне who is tom he is brother who is lily можете поставить на паузу проговорить самостоятельно затем мы с вами проверим she is aunt who is peter his grandpa who is jim he is cousin надеюсь что у вас получилось а мы с вами идем дальше как мы помним у нас были с вами два вопроса who и whose who переводится кто и whose переводится чей допустим если мы спросим who is alice's brother кто брат алисы мы скажем bertie is alice's brother bertie брат алисы whose sister is she чья она сестра мы с вами ответим she is bertie's sister она сестра bertie обратите внимание что если мы с вами используем имена то мы к ним добавляем possessive s то есть апостроф с так как у alice's и bertie's начинаем с вами переводить эти словосочетания с последнего слова брат алисы сестра bertie также вместо этих имен мы с вами можем использовать местоимение alice это девочка будем использовать ее her bertie это мальчик будем использовать местоимение его his и в вопросах бы это звучало следующим образом who is her brother bertie is her brother whose sister is she she is his sister и для того чтобы вспомнить еще местоимение давайте с вами посмотрим на эту табличку i my you your we our they their he his she her it it I это я, my, моё you, ты, your, твоё либо ваше we, мы, our, наше they, они, their, их, he он, his, его, she, она, her, будет ее и и it it мы с вами используем помним да с всеми остальными существительными, которые не являются людьми. То есть не мальчик, не девочка. Это будет it. По отношению к любым животным, к любым предметам. It, it's обозначает принадлежность какого-либо предмета к другому предмету, либо животному. Так, можете тоже переписать их к себе в тетрадь с переводом. Они нам понадобятся для выполнения следующих заданий. И следующее задание для вас будет. Я буду вам задать вопрос с теми вопросами, которые только что мы с вами разобрали. Who is Tanya's? И допустим. Who is Tanya's cousin? Кто кузен Tanya? Вам нужно будет внимательно посмотреть на вариант ответа. На первое место мы с вами поставим имя. Cousin у нас будет Jim. Jim is Tanya's cousin. Вот таким образом вам нужно будет построить остальные ответы. И давайте попробуем. Who is Tanya's brother? Tom is Tanya's brother. Who is Tanya's grandma? Sophia is Tanya's grandma. Who is Tanya's uncle? Steve is Tanya's uncle. Надеюсь, что у вас получилось. Мы с вами идем дальше. Для выполнения следующего задания вам необходимо будет вспомнить следующие слова. Газета, собака, книга и картина. Газета будет newspaper. Собака будет dog. Книжка, книжка, book и картина будет picture. Можете переписать себе эти слова с переводом, если вы какое-то из них забыли. И теперь я вас буду спрашивать, чей это предмет. С помощью вопроса whose. Whose. Потом подставлю название предмета и дополню вопрос is it. Допустим, whose newspaper is it? И ваша задача ответить по схемке, которая дана внизу. It is. На место первого пропуска вы подставляете имя персонажа, либо, как мы его называем, в семье, с апострофом S. С possessive S. Допустим. Whose newspaper is it? It's Peter's newspaper. Или я могу сказать, it's Grandpa's newspaper. Следующий предмет для вас. Whose dog is it? It's Tanya's dog. Whose book is it? It's Grandpa's book. Или, it's Sophia's book. Whose picture is it? It's Cousin's picture. Или, it's Jim's picture. И для выполнения следующего задания давайте с вами вспомним глаголы. Play, draw, talk, read, sit, stand. Play, играть. Draw, рисовать. Talk, говорить. Read, читать. Sit. Seed, stand, стоять. Также можете выписать их к себе с переводом. И мы с вами вспомним правила праздника Teos. То есть, опишем, что на картинке делают люди. Перед вами будет два вопроса. What is Tanya's mom doing? What is Tanya doing? Используя глаголы, которые мы с вами недавно переписали с предыдущего слайда, попробуйте составить предложение. Что же сейчас делают данные люди? What is Tanya's mom doing? What is Tanya doing? И давайте с вами проверим. She is sitting. She is playing with a dog. Следующие вопросы для вас. What are Tanya's uncle and aunt doing? What is Tanya's cousin doing? Я надеюсь, что у вас получилось. Теперь давайте проверим. They are talking. He is drawing. И последние два вопроса. What are Tanya's grandparents doing? What is Tanya's dad doing? И давайте с вами тоже проверим. They are reading. He is standing. Так, мы сегодня с вами вспомнили притяжательные места имения, выписали их с вами, посмотрели, как используются в речи два вопроса who и whose, и какие разницы в ответах между ними. Также вспомнили и попрактиковали present continuous. That's all for today. Thank you for your attention. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!